Всем привет-привет! Это отдых по Калману. Мы сегодня едем в Челябинск. Да, сегодня мы уезжаем в Челябинск. Погостили месяц, отдохнули, съездили в Алматы, съездили в Киргизию. Обязательно посмотрите наши предыдущие видео. Сейчас мы по дороге будем проезжать через город Кустанай. Обязательно по трассе заедем на заправку, потому что у нас некоторые подписчики спрашивают, а можно ли расплатиться российской картой в Казахстане на заправке и также в магазине. И мы планируем попробовать расплатиться карточкой. У меня две карты Тиньков и Сберовская карта Мир. Попробуем рассчитаться в магазине в Астыгжане. Также в Астыгжане стоят банкоматы. Мы попробуем снять наличные именно с российской карты. Также мы посмотрим актуальный курс на сегодняшний день. Сегодня 8 мая. Но возможно наше видео в любом случае выйдет с опозданием, потому что мы еще во время отъезда не все видео выложили с Алматы. Поэтому ориентировочно будете знать, какая информация, какой курс, как пересекать границу. Хотя мы едем домой, в принципе для нас нет какого-то препятственного въезда. Даже сейчас отменили все тестирования по приезду, по возвращению домой. Ну все, дети в сборе. Самый маленький там на заднем сиденье. Да, молочко пьет. Все, погнали. Тепла пока еще тут сильно нету. Вот сейчас показывает, вообще плюс один. Холодно. Мы хоть успели немного в Алма-Ате погреться до того, как там немножко тоже похолодало. Проезжаем по мосту. Ну все, пока Исиль. Но надолго не прощаемся. Скоро приедем. Не успеет соскучиться. Лето длинное. Побудем чуть-чуть в Челябинске. Соскучимся. И опять вернемся. Еще хотела бы рассказать. Многие спрашивают, что нужно для поездки в Казахстан. Вот. Сейчас я вам расскажу. Что нужно для машины. Для машины обязательно нужна страховка. Ее вы можете приобрести после пересечения границы на казахстанской стороне. Не скажу, как в других регионах. Все, что касается границ Корабалы-Кугристая. Страховки продают на казахстанской стороне. В данный момент я сейчас, конечно, не знаю, какая стоимость. В том году была полторы тысячи рублей. Это минимально на 15 дней было. Вот. Возможно, сейчас, наверное, и подорожало. У нас просто страховка сделана на год. Потому что мы ездим часто. Поэтому актуальную стоимость я вам сейчас не могу подсказать. Ну, примерно ориентируйтесь. Где-то до двух тысяч рублей, если минималка. В зависимости от стажа еще. Чтобы тихосмотр у вас был еще пройден. Так что вот эти документы нужны для машины. Еще вопросы какие. Что касается дорог. Не могу сказать, что они везде отличные. Мы были очень удивлены после того, после нашей поездки в Алматы. Когда после Караганды до Алматы дороги, можно сказать, что нет. Ее строят. Но, если честно, столицу-то перенесли еще в 97-м году. И неужели за 25 лет ее нельзя было сделать? Не скажу, что они, может, везде. Может, где-то и хорошие. Но в плане того, что где мы ездили, не всегда отремонтированы. Ну, может быть, сейчас за лето подлатают. Вот даже сейчас мы проезжаем всегда в Кустанайскую трассу. Ну, конечно, надеемся, в следующий раз, когда будем ехать, уже эти ямы позаделывают. Где снимать жилье? Есть сайты. Крыша и AllX. Там забиваете нужный город. Квартиру снять посуточно. И есть много вариантов. Работает здесь букинг. Но мы сравнивали на букинге. Здесь очень завышенные цены. Придорожные гостиницы встречаются. Но не скажу, что их прям много. Еще хотела бы вам рассказать по поводу нашей поездки в Киргизию на озеро Иссык-Коль. Киргизия нам очень понравилась. Я туда ездила в детстве. И вот мне прям все хотелось вернуться. На машину в Киргизию страховка не нужна. У нас даже останавливали КАИ-шнуки. Они у нас ее не спрашивали. И мы там немного нарушили. Ехали где-то. Скорость у нас за городом была. 104. А, 102. Мы пригласили. Да, 102. У нас остановили. Сказали еще до 100 допускается. Но не больше. А вообще у них за городом по трассе только нужно 90 ехать. Но до 100 допускается. Ну, на первый раз нам простили. Мы, конечно, даже были очень удивлены. Попались нам добрые КАИ-шники. Если вы собираетесь в Киргизию, то посмотрите актуальный курс. Возможно, будет выгодно ехать туда с долларом. С деньгей туда лучше в Киргизию вообще не ехать. Там выгоднее либо доллары поменять. Ну, еще курс рубля там более-менее приближен, как один к одному, даже можно сказать. Прежде чем менять там в банках, сначала пройдитесь. Посмотрите. В банке на тот момент, когда мы были, курс был очень заниженный. Поэтому не спешите менять. Лучше пройдитесь. И посмотрите. Базарчиков очень много. И там в частных обменниках можно это поменять. Но хотя в самом Бишкеке мы тогда также смотрели курс валюты. Был очень низкий. Хотя были частные обменники. В общем, в Челпана-Та был самый выгодный курс в тот момент. По поводу отдыха на Иссекуле, где искать жилье. У нас получилось так, что мы заехали туда ночью. И увидели потом одну гостиницу, у которой светилась вывеска. А так вообще было все темным-темно. Стоимость 4000 сомов. Ну, это приблизительно почти 4000 рублей. Также, если вы приедете, очень много частных домов, где есть на заборах объявления. Сдается комната, остается квартира. Вдоль дороги стоят еще стенды. Написано, что остаются номера. Также мы еще прочитали, что есть сайт по бронированию жилья. Называется Лалафо КГ. Не знаю, правильно-неправильно я произнесла название. Вот здесь прочитайте. Карта мы там не пробовали рассчитываться. Поэтому лучше имейте с собой наличку. По поводу расчета карты я ничего не могу сказать. Может и можно расплатиться. Но у нас была наличка. Вот мы уже до Октябрьского доехали. Тут 60 километров от Дисселя. Еще когда-нибудь хотелось бы съездить в Мангыстау. Это вот в Казахстане. Потому что нас и туда приглашали, конечно, наши подписчики посмотреть Каспий. В той стороне мы никогда не были. Очень интересно. Ну, так, у Станая нам 214 еще. Но путешествовать лучше летом, весной, когда уже нет снега. Потому что, сами понимаете, степи заметают очень сильно. Вот мы уже подъезжаем ближе к Аули Колю. Здесь видно, начали дорогу ремонтировать. Молодцы. Только потеплело. Уже асфальт срезали. Ну, вот мы уже в Аули Коле. Сейчас заправимся. Пробуем рассчитаться картой. Будем заправляться вот на этой ЗСК Казакойл. Тут вот и мини-маркет есть. И туалет должен быть внутри. Но если внутри нет, то на улице. Есть еще такая особенность в Казахстане путешествовать. Это нету туалетов на трассе. И не на всех АЗСКах они присутствуют. Если есть, то и на улице. Но там просто зайти невозможно. Это, конечно, осложняет автопутешествие. Актуальные цены на бензин. 8 мая. 95-й, 212 тенге. 92-й, 180. Дистопливо, 260. Зимняя, 290. В общем, мы заправились. Хотели попробовать оплатить картой. Тинькофф не прошел. А Сбербанк, она сказала, мы уже проверяли. И должен быть стоять в специальный терминал, чтобы обслуживать карту Сбербанка. Поэтому получается только наличкой. Вот Тинькофф по карте. Я в том году у Вастыгжани рассчитывалась за продуктами. Все нормально. Все работало. Лучше навозить с собой только наличку. Но мы еще попробуем в банкомате в Кустанае заехать. Вот я знаю, в Вастыгжане стоит несколько банкоматов. И мы попробуем во всех, которые там стоят, снять наличные с российской карты. И что бы выдало нам в Тиньке. 9 мая в этом году и отменили. В Казахстане путешествие. Смотрите, машина стоит. У нее флаг из окошка. Также вот по трассе мы видели машины проезжали с флажками. А хотя нам в комментариях писали, только не одевайте георгиевскую ленточку. Якобы казахи ее не поддерживают. Не знаю, даже когда мы здесь жили, постоянно и георгиевские ленты вешали на машину. И флажки на машину украшали. Вот даже посмотрим, в этом году продают или нет. Возле Астыгжана, обычно рядом. Раньше продавали флажки. И сейчас мы как раз вот сегодня 8 мая. Посмотрим, в этом году продают или нет. Флажки и наклейки там были разные. Все, поехали дальше. Это уже Аман Карагай. Я всегда говорю, это мой такой самый любимый участок дороги, потому что здесь лес. Посреди степи, да, вот так вот по дороге. Смотрите, даже трактор едет. У него флаг красный. Вот мы приехали в наш Астыгжан любимый по дороге. Сейчас зайдем посмотрим. Вот я, как и говорила, хотим попробовать снять деньги в банкомате с российской карточки. И на кассе рассчитаемся, что-нибудь купим. Ну, если получится, конечно, рассчитаться. Вот есть банкомат Сбербанк. Сейчас попробуем снять. У меня вот нет. Сразу верну. Да? Не, не хочет. Все, сломал. А Тинькофф? И Тинькофф тоже не купим. А это что-то в банкомат. Я вообще не знаю, что-то, конечно, за банкомат. Если это все не обычный пункт, попробуем. Почему-то в картинье берем. И здесь все. Сейчас еще попробую Тинькофф. Ну, уже в другие банкоматы я не буду вставлять. Вот каски остался и народные. Хотя, наверное, народные можно попробовать. Я еще, походу, без карты останусь. Даже отмена не снимаю. О, теперь вы карту свою забрали. Тот же не принимает. По участке российской карты вы нигде не снимите деньги. Наличные. Причели попробовать еще однородную банку снять. И на три попытаться. Еще одна попытка. Чтобы карту назад потом не вернул. По пятьсот не выдают. По пятьсот не выдают. Самое главное, пин-код снимать. Карта не действительно. Ну, тогда Сберовскую я вот эту тоже не буду вставлять. Получается так, что вы не снимете деньги в банкомате. Ну, это я вам говорю по картам Сберовской. Мир и Тинькофф. Вот, как я и говорила, продают флажки к 9 мая с символикой победы возле Астыгжана. Каждый год. И этот год не исключение. Ну, я думаю, по трассе мы не будем уже снимать дорогу. Если, конечно, что-то интересное там увидим. А так, у нас весь маршрут у нас есть в предыдущем видео. Называется. Снова в Казахстан. Можете посмотреть наш плейлист. И посмотрите наш маршрут. Ну, потому что, как бы, одно и то же уже. Зачем мы будем снимать? Если что-то, конечно, интересное мы увидим. Уже когда мы ближе к границе подъедем, заснимем. Посмотрим, сколько сейчас там машин. Потому что, раз разрешили уже въезд беспрепятственный. Я думаю, уже народу много должно быть. Мы уже заезжаем в Корабалык. Вот сейчас заедем в Аминник. Посмотрим актуальный курс. Доллар 435-450. Евро 445-465. Рубль 575-95. В Аминнике мы еще постояли немного. Нам надо было поменять деньги. Вот. Я первый раз стояла здесь в очереди. Обычно здесь очереди никогда нет. Ну, смотрю, народ поехал. Сейчас заправиться надо будет. И уже на границу здесь, наверное, километров сколько там? 15-15, наверное, остается. Мы уже подъезжаем к границе. Вот за месяц изменения дорогу. Тут тоже буду делать. Ну, как хорошо. Молодцы. Пусть везде делают, чтобы можно было доехать до любого населенного пункта. Да, не только даже вот до города и до поселков. Потому что даже вот я знаю, вблизи и селя очень много поселков вообще без дороги. У них проблема как весна. Вот у них прям все там. А зимой так вообще они там сидят по несколько недель, не могут выехать. Все заметает. А весной все плывет. Как обычно, фур много стоит. Перед нами легковая газель. Стоим, покажу вам. Вот здесь вы видите, ларечки стоят. Автострахование с одной стороны. Вот там с другой еще справа. И обмен валюты есть. Так что деньги поменять, страховку купить не проблема. Казахстанскую границу мы прошли за 30 минут. Сейчас вот подъехали к российской стороне. Так, ну все, мы прошли. Часть 10 у нас заняло все по времени, обе границы. Ну, в принципе, я ожидала худшего. Раньше можно было и два часа простоять, и больше даже. Ну, нормально все. Мы в России. Пока, Казахстан. До новых встреч. Сейчас пока будем до Челябинска ехать. Еще немного поснимаем дорогу. Что-то мы добрались так быстро до Южноуральска. Даже, как говорится, оглянуться не успели. С детьми едем уже такие, о, уже Южноуральск. Как-то быстро. Или то, что по сторонам любуемся. Зеленые деревья. 74 еще километра остается до Челябинска. Ну, вот подъезжаем к Челябинску. Что-то тут горит прям. Видимо, деревья загорелись сухие. Все, вот и Челябинск. Привет. Сколько у нас по времени? 11 часов. Ну, хорошо. Не больше, не меньше, да? 11 часов это норма доехать. Я же говорю, если бы не было границы, можно было бы уже, уже бы дома были. Ну, вот мы и добрались до дома. Ну, как сказать, вроде бы сильно не устали. 11 часов дороги для нас это привычно. Подписывайтесь на канал, кто еще не подписан. Путешествуйте вместе с нами. Пишите свои комментарии. Собираетесь ли вы в этом году поехать в Казахстан? Если да, то в какой город? Всем хорошего настроения. До новых встреч. Пока-пока. Всем пока. Пока. Вот что-что я не люблю после поездок, так это все эти сумки разбирать. Ой, только перетаскали все. Все это надо будет потом по шкафам раскладывать. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok